вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона алло алло здравствуйте олег меня зовут александр представляю аналитический центр рбк звони вам касательно вашей анкеты тинькофф инвестиции где рбк и детям инвестиции рбк про это аналитический центр мы сопровождаем все банки мы с сотрудничаем со всеми финансовыми организациями круто аналитический центр который предоставляет нашим клиентам аналитику в этой сфере то есть вы же заинтересовались с тинькофф инвестиции хотите там торговать правильно хочу вот отлично смотрите у вас ранее был опыт в этой сфере уже пробовали себя в этом направлении был был негативный позитивный как бы удалось заработать умеренно умеренно позитивный умеренно позитивный то есть как бы понимание что такое финансовые рынки у вас есть правильно понимаю только вот с активами не срослось наверно да купили то что упало либо в цене либо не выросла до сих пор то что вы говорите это негативный отзыв а у меня умеренно позитивный то есть у меня выросло но немного немного но смотрите у меня за свой опыт вообще было много ситуаций где активы вырастали на сто процентов и на триста процента ты криптовалютную отрасль я вам говорю и падали резко на 80 как бы умеренно не умеренно позитивный опыт у каждого он раз хорошо не вас понял а сами вы вот в какой сфере кем-то работаете я физрук а физрук то есть преподаватель физической культуры правильно понимаю ну типа того вот хорошо я любил в школе физкультуру ходил на нее вот спорт это залог тоже успеха хорошо смотрите я вам вкратце продублирую сферу мы занимаемся торговли на финансовых рынках такими активами как золото немсгаз акции криптовалюта вы с этими четырьмя направлениями знакомы да лично вот хорошо что что еще раз лично знаком а как лично вы можете с ними быть знакомы криптовалюту с лично с ней знакомились конечно покупал все время а ну вот это не совсем лично ну хорошо смотрите в наше направление самое главное это куда понимать куда будет двигаться цена для того чтобы это понимать нужно проводить ряд работ изучать политические новости новостной фундаментал закреплять это все фундаментальным анализом и подкрепляя это все техническим на которые полагают 10 процентов из всего анализа вот как вы думаете если бы вы сами торговали на этих рынках вас возбуждал успех в них вы понимали что покупать что продавать думаю да тогда почему вы до сих пор это не делаете самостоятельно на их том что что не делал я делал а потом как то так я забываю немножко не до инвестиций теперь опять же инвестиций а теперь опять хорошо я вас понял но вот ваша цель да вот каждый человек он зарабатывает на что так нам приходят люди как с кредитами как целью купить машину дома развить свой оборот бизнес и тому подобное либо просто улучшить качество жизни вот вы какую цель преследуете ну я преследую цель сначала заработаем а потом разберемся сначала заработаем потом разберемся нестандартный подход но тем не менее приемлем как для человека хорошо вот сколько бы вам в месяц было бы приемлемо зарабатывать с этого источника дохода то есть инвестиции дополнительные цель чтобы в первую очередь вам хватало на все ваши базовые потребности на ваши желания скрытые и не скрытые ну и откладывать и реинвестировать само собой вот какая-то цифра в вашем понимании ну можно от 250 тысяч от 250 тысяч хорошо я вас понял вам столько удается зарабатывать работа учителям физической культуры нет нет хорошо я вас понял смотрите мы отдаем потенциал международным платформам то есть вы ранее с международными платформами работали там где торги происходит мы отдаем потенциал что значит эта фраза приоритет приоритет ну как бы смотрите если брать тинькофф и сбербанк инвестиции то есть там всего два направления рынка это валюта и акции компаний российской федерации на международной платформе у вас есть выход на криптовалюту есть выгод на торговлю драг металлами фьючерсами акциями всех компаний мира хоть раз были на такой платформе как тинькофф инвестиции как еще раз но вы сами на платформе тинькофф инвестиции были был как давно порядка наверно месяца двух назад новая плата новая сейчас имеете возможность зайти на нее но сейчас как бы возможность имею но не верю не вижу в этом смысла вот что вы хотите этим спросить я хочу этим уточнить откуда у вас такая вопиющая по своей дремучести информация о том что там только валюты и акции российских компаний откуда это заблуждение криптовалютой торгуете на тинькофф инвестиции криптовалютой нет ну вот это уже одно как минимум убеждение моя криптовалюты торгую на binance mcx global гейт ио и холодные кошельки расширение полка до джесс и тому подобное смарт смарт-контракты которые дают нам возможность покупать продавать криптовалюту но акции к примеру зарубежных компаний присутствующая на тинькове почему вы не упоминаете а фьючерсы которые также на тинькове присутствуют но фьючерсы есть везде это любая биржа любой посредник который дает нам ликвидность дает нам возможность покупать продавать он дает фьючерсы поскольку фьючерсы это как бы залог ну не успешного инвестирования скажу вам по себе поскольку кредитные плечи не не приводили ни к чему хорошего ни одному клиенту то есть как бы вам дается огромное кредитное плечо но при этом цена ликвидации становится но очень близко к там к той цене по которой вы зашли это заранее провал на ликвидации ну конечно ликвидации контракта которые вы купили ну вот вы взяли кредитное плечо вы как у вас например фьючерс через контракт какой-то покупаете через cfd cfd на фьючерс я предпочитаю только спотовую торговлю и вам ее рекомендую купили на определенный срок потом продали это если мы говорим за криптовалюту если мы говорим за направление валют спекуляции непосредственно валютой также предпочитаю покупать саму валюту потом его конвертировать ту валюту которая мне необходима скажите но они не при какое плечо зашитого фьючерс плане ну в плане вы говорите о торговле на фьючерсах как об очень рискованном занятии и отчасти это правда но вы говорите о том что какие-то огромные плечи которые ни к чему какое плечо во фьючерсе какой плечо вы называете огромным ну смотрите для каждого клиента они разные поставщики ликвидности данные рают но я встречал их 100 но и кто это очень как бы плечо неразумно x3 x5 это более-менее знаете меру сотка зашита до сотка зашитого фьючерса я не знаю может быть есть какие-то ископаемые фьючерсы там на плечо корень из девятьсот тридцати семи но в основном сотка ну вот я таких плечах и не разговариваю и как бы если встретить такое плечо бегите оттуда говорю сразу даже и кто это ну поскольку математически это прочитать невозможно фьючерсы как бы и созданы были для того чтобы грамотно выкачивать из людей деньги то есть человек имея тысячу долларов хочет купить актива как будто у него сто тысяч долларов биржа ему дает такую возможность в кавычках но только выигрывает в этом бирже но не сам клиент это если не угадать это если не угадать направление движения цены а если она растет вот примеру вы узнали там что-то с газпромом вот вот этим северным потоком вы понимаете сейчас фьючерс на газ потрет вверх ты берете его через короткое время у вас целая куча кэша в кармане хорошо смотрите вы это сделали сегодня сегодня вы заработали на плечей кто там ту же 100 долларов сверху еще к тому чтобы заработали с вашего реальной ликвидности но это билет в один конец в один день вы сделали так второй день вы сделали так но эйфория и страх не страх а как бы жадность она вас поталкивает тому что вы в конце также ставите плечо на другую любую компанию не газпром возьмем примеру сургут нефтегаз за также подбираете себе плечо но только потом что-то идет не так и вы как бы ликвидируете все что заработали до этого с этим согласен но только дело в том что торговля на акции с плечами это чуть-чуть иное чем работа на фьючерсах фьючерсы покупая вы не вы резервируете фьючерс за собой используя такое понятие как гарантийное обеспечение и у вас потом по тому фьючерс в общем растет или падает у вас пересчитывается так называемая варационная маржа и снимается гарантийное обеспечение оно может уменьшаться увеличиваться но с вашего счета нему добавляются либо убираются деньги так вот вы можете вовремя если вы увидели что пошло не туда вы можете фьюч сбросить а ну собственно говоря как и приторговали с плечами на акции но с акциями несколько по другому у вас должна быть большая сумма зарезервирована вы платите за эти плечи а в фьючерсах вы за плечи не платите это я все прекрасно понимаю но опять же мы говорим сейчас о больших суммах обеспечения как бы поверьте бирже даже ту же тиньков инвестиции хотя это не биржа я не могу интерпретировать это с биржей она не заинтересована чтобы клиент зарабатывал как и любая другая биржа которая дает возможность маржинальной торговли фьючерсами я вам открою маленький секрет тинькову глубоко пофиг зарабатываете вы или не зарабатывать понимаете тиньков берет то же самое вот о нет это вы не то же самое то есть биржа собственно говоря ей тоже глубоко пофиг зарабатываете вы или нет биржа берет свой процент свою сумму от открытия вами сделки вот если вы сделки не открываете да 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 и тиньков обижается и биржа обижается и так далее а если вы просто заработали тиньков от этого ни холода ни жарко вы не у него деньги забрали и биржа как-то до лампочки это вы не у нее забрали вы забираете ваши заработанные деньги у того кто неудачно в общем заключил с вами сделку это понятное дело но поверьте мне биржа имеет от этого очень высокий процент поскольку придуман этот алгоритм явно не от чего она имеет процент ну как это ну смотрите простыми словами вот вы поставили плечо x50 вы зарабатываете да вы подкрепляете точнее сделка идет вниз вы подкрепляете своими деньгами чтобы цена ликвидации становилась еще ниже чтобы выиграть грубо говоря время время на то что цена повысится но подсознательно вы чуть немного позже понимаете что все мне бы хотя бы свое сохранить либо то что вот я вложил дополнительно чтобы крыть мне это бы сохранить для начала вы просто закрываете эту сделку в убыток сохраняете хоть какие-то деньги которые у вас остались человек который как бы с кем вы заключили контракт делает ровным счетом то же самое и когда цена ликвидируется как бы не выигрывает никто кроме биржи а биржа по законам основаниям забирает эти средства ну нонсенс ну ребята ну чего вы путаете вы же рассказываете нонсенс если вы говорите о цене ликвидации значит автоматически его упоминаете CFD контракт то есть контракт на разницу цен который у вас там начинает идти вниз у него тоже вшито плечо и он начинает с вас запрасывать бабки давай бабки иначе принудительно закроем так вот контракт for difference и биржа они не имеют ничего общего CFD это внебиржевой инструмент точно так же если все таки мы работаем не на CFD а на фьючах то есть я открываю контракт кто-то продает фьюч допустим Сидоров я не знаю что это Сидоров я просто вижу ордера вот Сидоров сидит где-нибудь там в Рязани подает фьюч я у него купил Сидоров заплатил бирже за то что он продал я заплатил бирже за то что я купил все больше мы ни на биржу никаким макаром не имеем отношения биржа что Сидоров там выиграл а я проиграл что я выиграл а Сидоров проиграл и до лампочки Однако, если в фьючере такая популярная тема, и их покупают, то да, биржа, в принципе, будет выигрыш, если там много заключается сделок на фьючерах. Но так это касается любого инструмента, хоть фьючерс, хоть акция. Если много покупают, много сделок, то биржа выигрывает. Я вас понял. А вы ранее пробовали работать с международными платформами, не только с инвестицией? Да, пробовал, у меня был счет в интерактиве. А с какой платформой работали? Собственно, с интерактив, брокер. Брокер. И у вас позитивное мнение осталось об этом брокере? Ну, как сказать. Там более серьезные комиссии, там пороговый вход, десятка, и там просто так вот для инвестиций что-то купить и оставить. Раньше было... Десятка долларов, либо десятка рублей? Долларов. А, доллар. Ну, это более-менее хотя бы. Ну, в интерактиве, не знаю, может... А, интерактив-брокер, правильно? Ну, да. Сейчас, может, что-то изменилось, но раньше там просто так сидеть и ничего не делать, там было накладно, потому что за обслугу там списывали определенные суммы. То есть, в принципе, я раньше, до того, как ввели эти санкции, я через обыкновенного брокера мог получить все то, что было, допустим, у интерактива. Ну, я понимаю, конечно, что почти все то мог получить. У интерактива были, конечно, там какие-то экзотические компании, типа как-то какая-нибудь там 59-й ЖЭК Аризонского штата. Ну, а, конечно, открытие мне такое, допустим, не могло дать. Ну, мне в такие глубины и залезать-то не было, наверное, все. Все то популярное, все то известное, все то не очень венчурное, оно было на обыкновенных брокерах в статусе квалифицированного инвестора. Можно было брать, покупать, хоть и покупаться. Ну, как для учителя физической культуры, вы грамотный человек, на самом деле, знаете многое. Это вы меня еще не спрашивали о технике плавания. А, да, даже так? Да. Я даже могу вам рассказать немножко о том, как связан... У меня дело в том, что я... у меня два физических образования, скажем так. Бокс и плавание. И я сейчас работаю над тем, чтобы совместить технику бокса с техником плавания. Хочу защищать... Я боксом занимался тоже. Хочу защищать диссертацию, как апперкот и его применение в стиле баттерфляй. Неплохо. А вы КМС по боксу? Да, КМС. Отлично. Я 4 года занимался индивидуально и не только индивидуально выступал на соревнованиях. Но потом уже как бы предпочел в финансовой сфере отдаться по полной и уже как бы сколько... Ну, где-то с мая месяца не занимался. Но скоро возвращаюсь и туда. Хорошо, смотрите, я вам еще раз повторюсь, чтобы не занимать ни свое, ни ваше время. Вот, смотрите, мы работаем четырьмя направлениями рынка с международной платформой. Вам предоставляется человек, наша компания аналитика это называется, который как бы вас подтягивает в этой сфере и сопровождает полностью. Вот, если нужно, это будет с нуля, если уже опыт есть, это уже тоже хорошо. Вы сначала ознакомитесь с платформой, с которой будете работать, выбираете, как бы, и только после того, если вас все заинтересовывает, можете открывать свой счет и как бы пробовать себя в этой сфере в торговле доллара. То есть мы не делаем акцент на Тинькову инвестиции, на Сбербанк инвестиции и Санкт-Петербургскую и Московскую биржу. То есть мы делаем приоритет именно в международной платформе, поскольку это рентабельно для клиента. Нету огромных комиссий на вот вывод средств, нету налога на прибыли и аналитик не от трех миллионов рублей. Вот вы для себя вообще... Подождите. ...сумму, рассматриваете. А кто меня освободит от налога на прибыль? Ну, это уже второй вопрос. Тут будет грамотный вывод средств. То есть наши клиенты это обсуждают с аналитиком и поступление средств. Вы можете интерпретировать их по-своему. Нет, ну... Я... Нет, ну, ребята, ну, давайте будем реалисты. То есть если выводятся средства куда-то на зарубежную карту, ну, то они там и застрают. Здесь я... Сюда я ее не перегоню. Здесь, если выводятся средства на карту российского банка, в любом случае поступление средств вызовет вопросы. Откуда дровишки? Я вас понял. Смотрите, я просто предпочитаю, как бы, обмен на фиат. Очень редко, на самом деле, несколько раз в год. А в основном криптовалюта. То есть, как бы, зарубежные счета, долларовые карты. То есть, в Российской Федерации это тяжело, но при нужных знакомствах, как бы, это тоже приемлемо. Ну, как бы, сейчас государство Российской Федерации, как бы, не заинтересовано внедрение криптовалюты, поскольку она, ну, максимально перебьет всю коррупцию, которая у нас настроена. Но это тоже, как бы, вопрос времени. Вы знаете такого криптоэнтузиаста, как Леонида Малолетова? Нет, я не знаю. Я знаю, что криптовалюта, она невыгодна не столько России, сколько США. Россия как раз выгодна. Потому что, если будет цифровой рубль, цифровой юань и все так далее цифровое, то могут Соединенные Штаты Америки своими же банковскими санкциями подтереться. Как-то так. Я вас понял. Смотрите. У нас формат работы какой? Вы после того, как свою прибыль зафиксировали в доллар, вывели на банковскую карту, либо обналичили фиат, вы после того, как уже это все сделали, 20% перечисляете аналитик, который вас сопровождал. Как считаете, это справедливо, не справедливо? Немножко, ну, справедливо, конечно. Немножко о механике. Вот, я получаю где-то прибыль. Хорошо, дальше. Я как ее вывожу? Еще раз. Мне надо пошагово. Что я делаю в первую очередь? Смотрите. Вот именно по этим вопросам вас ориентирует аналитик. Он вам покажет наглядно. Вы его скайпом пользовались ранее? Да, пользовался. А когда он мне? Не пользовались? Пользовался, пользовался. Мне надо сейчас с ним переговорить. Переключите меня на аналитика. Переключить вас на аналитика. Хорошо. Вы какую сумму рассматриваете для инвестиций? Ну, так, чтобы начинать не сильно резво, не сильно мало, давайте попробуем 1080 с вами, 1000 долларов, так условно. 1000 долларов, я вас понял. Вы можете попробовать себя и с минимума со 100 долларов, но если вы выбрали для себя 1000 долларов, это будет преимуществом для вас. Хорошо. Для того, чтобы я вас соединил с аналитическим отделом, мне нужен ваш логин Skype. Поскольку разговор будет проходить через Skype, объясню почему. Это будет обычный аудиозвонок с возможностью демонстрации экрана вам. То есть вы будете сначала наблюдать, как происходит процесс торговли с биржей, на саму биржу, на саму платформу, и как бы вам объяснят, как выводить, как заводить и как бы все эти моменты. У вас Skype сейчас на телефоне скачен? Где-то был, но это такая потопная уже штука. Сейчас я гляну. Да, заходите в Skype. Если у вас учетная запись есть, тогда мне нужен ваш логин. Если нет, то я вам помогу его сейчас создать, за пару минут займет. Да, где-то был. Ну, уже в обед сто лет. А, тогда заходите. Сейчас я гляну. Важно сейчас поэтом. Ну, нашел. Даже внутрь вошел. А, у вас вверху есть кружочек с теннисалами и зелененькой точечкой? Да. А, вы нажимаете него, и посередине экрана будет профиль Skype. Сориентируйте, у вас WhatsApp на этом номере телефона? Нет. Ага, тогда продиктуйте мне номер телефона, на котором у вас есть WhatsApp. Вы мне туда отправите сейчас логин вашего Skype. А, ну, мы рабочий WhatsApp. А, одну секундочку. Я сейчас тогда WhatsApp заделаем. Сейчас, подождите. Да, да, жду, конечно. Так, сейчас она мне пришлет смс-ку, и у меня будет WhatsApp. А, хорошо. Но WhatsApp у вас не на этом номере телефон, или он у вас просто не установлен? У меня был рабочий WhatsApp, мне надо было его переделать. А, 1965 это ваш номер телефона, на нем WhatsApp нету, правильно? Ага, понял. Сейчас, секунду, я еще неправильно ее переделал. Сейчас, секундочку. Так. Ждем смс. Дождались. Ну, да, вот я, считайте, уже в WhatsApp. В WhatsApp. У вас в WhatsApp последние цифры номера, 1965? Да. Все, сейчас я вас добавляю на WhatsApp, пишу плюсик, а вы мне отправляйте туда логин Skype. Хорошо. Секунду, добавляю. 744-1965. Так, вы логин Skype уже нашли, я вам плюсик отправлю. Да, да, да. У вас на аватарке код, код банки. Все наше, хорошо. Только я вас не нашел еще в WhatsApp. А я вас только плюсик отправляю. Смотрите, я подал ваш запрос в аналитические отделы и подбираю для вас свободного аналитика. Так, давайте по формату работы пройдемся. Вы понимаете, да, что здесь будете делать? Ну, да. Вот, отлично. Да, инвестировать, торговать, хорошо. Аналитика, понимаете, что это человек, который будет вас сопровождать в этой сфере и как бы помогать адаптироваться во всем. Я что-то вылетел из головы. Какой вопрос там мы должны были с ним обсудить первоочередной важности? А, как мы будем выводить деньги? Все, я вспомнил. Да, 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 хорошо. Сумма 80 тысяч рублей у вас на каком банке доступна? Да, у нас Берия есть. У нас Берия есть. Хорошо, отлично. Тогда пару минут я вам скажу, кто будет вашим аналитиком. Поскольку запрос подал, сейчас свободный аналитик, который откликнется, вам ваши инициалы, не ваши, а аналитики. Хорошо, возьмите сейчас листочек и ручку и запишем с вами инициалы вашего аналитика. Взяли? Да, давайте. Хорошо, Олег, мне пришел ответ с аналитического проекта и теперь я могу вам сказать, кто будет вашим наставником. Вашим наставником будет Валерия Эдуардовна Распутина. Записали? Да. Здорово, Олег. Хочу, чтобы вы сразу понимали, что первое знакомство очень важно. Главное, чтобы вы были открыты с Валерией Эдуардовной, не боялись задавать вопросы, так же не боялись на них отвечать. Договорились? Да, да, договорились. Хорошо, я думаю, вы меня не подведете. Валерия Эдуардовна занимается аналитиком и сопровождением. Уже порядка шести лет сопровождает как частные, так и юридические лица, как крупный бизнес, так и малый бизнес. Хорошо. В течение пяти минут она вам наберет по скайпу. Вы этот звонок не пропустите, пообщайтесь, а мы с вами созвонимся. Я показал, созвонимся даже. Да, да, хорошо. Да, да. Все, тогда ожидайте. Удачи вам. До свидания. До свидания. Дальше мне перезвонила эта дама, которую очень опрометчиво назвали аналитиком, и около 45 минут у меня был с ней разговор. Но я бы не сказал, что разговор был каким-то там феерическим или что-то очень серьезное она мне говорила. Как всегда, мы бодались по поводу, как мы будем выводить средства, как мы будем заводить средства. Ну, вроде что-то интересное было и веселое. Суть в том, что мой телефон взбунтовался, этот разговор не записал. Я, конечно, был расстроен, но ничего. И собрался уже все вот эти записи сбросить куда-то там в подвал и никогда больше не доставать. Как вдруг этот аналитик, не женщина, а вот этот парень, который ее сватал, перезвонил мне опять. Слушаем. Алло, 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 Олег, приветствую вас. Это Александр, РБК. Вчера с вами общались. Какое настроение? Отличное, отличное. Отличное? Я вам его не испортил? Наоборот, должен был поднять. Да, и как-то вы мало повлияли на мое настроение. Оно весьма стабильно и не подвержено малозначительным факторам. Я вас понял. Как ваш день вчера прошел? Отлично. Замечательно. Примерно так же, как и настроение. Как и настроение. Ну, по голосу слышу, что замечательно все прошло. Да, просто вау, просто ух, просто эх. Просто вау, просто ух, я вас понял, Олег. Олег, а вот сориентируйте меня, все-таки я, значит, некомпетентен в своем направлении. Но вот что вам не подошло как клиенту? Ну, все-таки же вроде бы интересный клиент. Он там более-менее приемлемых деньгах для инвестиций говорил. Видел у вас потенциал, перевел на компетентного человека, но там вы взаимопонимания не нашли. Как вы думаете, что послужила причина этого? Это Валерия, да, что ли? Валерия Эдуардовна. Вы только ей не говорите, хорошо? Вы можете, я вам скажу, только вы ей не говорите, хорошо? Что ей не говорите? То, что я скажу. Ну, это посмотрим, вы мне просто не говорите гадости за нее. Да какие гадости? Она ее уважает, она компетентна, у нее вроде хорошо все получает. Да, но она шепелявит. Шепелявит? Шепелявит, да. А мне это бесит, детство бесит. Не люблю, когда шепелявит. Я вас... Это единственная причина, по которой вы отказались работать? Да как, ну единственная, ну как? Сижу, слушаю, весь во внимание. Она шепелявит и шепелявит. Шепелявит и шепелявит. И так вот она все накапливалась, накапливалась, накапливалась и накопилась. Я вас понял. Смотрите, ну в мире как бы деловых финансов, да, тем более в сфере инвестиций, я думаю, не стоит обращать внимание, если там у человека встречу свои какие-то дефекты. Хотя я не знаю, если не общался в Украине раз порядка месяца назад, не замечал за ней такого. Ну она специально мне начала, я откуда-то прознала, что я плохо реагирую на это дело. Пришла и давай нагло шепелявить. Может она специально? Что, в следующий раз? Да и ничего. Я вас понял. Олег, ну смотрите, вы вообще в этой сфере настроены работать? Конечно. Конечно. Ну конечно. Я так настроен работать. Я вчера сидел даже, ну я не знаю, заполнать уже ушло. А я мониторил все, какого мне брокера бы заполучить бы. Ну или ему меня. Вот, и к какому выводу пришли? Я просто работаю с криптовалютным направлением, я не как бы не рассматриваю брокеров по валютным парам, товарно-фьючерному направлению. Поэтому, как бы понимания у меня, что вам предлагали в аналитическом отделе, тоже нет. А вам предлагали? Вам не подошел этот брокер? Да, мы еще до брокера-то и не дошли, ни до какого. Я это у нее спрашивал, спрашивал, какой у меня будет брокер. Она говорит, это еще тайна покрытая семью печатями и вообще чуть неприлично спрашивать до свадьбы брокера какого. Я говорю, ну как, я же не могу. Не беспокойтесь, говорит, мы вам подберем, будет все в лучшем виде. Я не могу не знать до свадьбы, какой у меня брокер будет. Вы скажите. Ну я что-то там просыпеляю и так я и толком ничего не узнал. Ага. Я вас понял. Ну как так? А потом вот, когда придет время, самое то. И что, меня потом, перед фактом меня поставят. Вот, пожалуйста, брокер такой-то, я прошу любить и не жаловаться. А вы говорили о какой сумме? Ну на самом деле 80 тысяч это не особо большое, это вообще небольшая сумма для инвестиций. Вообще небольшая. Ну я же должен попробовать. Попробовать я должен? Ну да, совершенно верно. Попробовать нужно хотя бы с чего-то. Вот. Но, смотрите. Скажите. Вы понимаете, что... Скажите. Да. Лично вам, вам личный вопрос. Личный. Да. А вы уже выучили, какие сделки шорт, а какие сделки лонг? Или вы еще немножко плаваете в этом вопросе? Олег, я 4 года в криптовалютном направлении. Ну конечно, я знаю, что такое шорт, что такое лонг. Как 4? Мне помнится, раньше вы говорили, что 30 или 32 года. Ну с 2018, нет, ну какие 30? Мне всего 29. А вы мне говорите, что... А, ну... Пуха еще как бы... Мельфордона вознал. Изучал. Вот. Нет, я с 2018 года в этой сфере прошел как и падение рынка, так и его величие, рост, как и огромную прибыль благодаря криптовалютному пампу, да, когда толпу затаскивали на рынок. Я захот... Ну как бы первые битки по... Сейчас даже точно скажу. 5600, эфиры по 900, токены BIN. BIN, биржа Binance, по 30 долларов. Я успел везде. Я даже думал на самом деле, что криптовалюта изменит мою жизнь, как бы, в корне. Она-то изменила на полтора года. Вот. Но моя ошибка была, наверное, как бы, в силу еще не совсем зрелого возраста, то, что я думал, что это будет продолжаться... Пожадничали, да? И по 69 не слили. Нет, почему? Я до этого момента не дошел. Я начал скидывать еще в порядке 44 диапазона. Потом я на альткоины ушел. Говорю сразу. Альткоины и закрытые смарт-контракт проекты. То есть это вообще... Я биржу, биржу не приветствую. То есть моя мечта, как бы, цель в жизни, да, между нами, так скажу. Надеюсь, никто не слышит. Это уже думать, как-то, знаете, о своих токенах с целью и, как бы, на биржу их выпускать. Покупать, продавать на бирже, это все надо оставить, знаете, для... Твои выпустить токены? Ну да, но чтобы их выпустить, нужно хотя бы идея, чтобы эти токены что-то приносить. То есть раз скамить, то по-крупному уже. Нет, ну при чем тут? Мы сейчас говорим не о скаме. Я заинтересован людям пользу приносить. Понимаете, это не, как бы, ни одного года работы и через очень много барьеров нужно пройти, чтобы к этому дойти. Вот. Скамить по-крупному? Ну, как бы, биржа разве по-крупному скамит? Миллионы долларов это разве много? Нет. Просто это по-умному. Согласитесь. Нет, это сущий пустяк. Миллионы долларов, он-то вообще... Вот. И согласитесь, как бы, вот, как вы говорите, в кавычках скам, он же на бирже это не скам. Это, как бы, грамотная выкачка денег из клиентов. Человек покупает на максимальных ценах, а потом не продает по определенной причине жадность. Это, в первую очередь, психология. Пока цена опускается. Когда цена на минимуме, он продает, и все законно. Ну, как бы, это сделали умные люди. Я бы хотел до такого уровня, знаете ли, хотя бы к 50 прийти. Но когда мне будет 50, это будет, не знаю, уже мейнстрим, можно сказать так. Вот. Но криптовалюта, она в управлении интересовалась. Я сняюсь поинтересоваться. А вы почему вот этот памп, который был проведен, ну, совсем не биржами, вы почему этот памп, в общем, адресовали бирже? Упрекнули, скажем так, биржу, что биржа занимается выкачкой денег? Разве разгоняла различные альты и занималась информационной такой-то торпедированием? Разве это делала биржа? Разве биржа публиковала, вау, биткоин по 100 тысяч будет? Ну, и так далее. Биржа, биржа, она непосредственно всегда имеет очень огромный процент. Вот, как бы, она, во-первых, берет огромные деньги, ну, как бы, например, Binance, да, залистит свой токен на Binance 110 миллионов долларов. Ну, это сумма небольшая, но приличная. Вот, как бы, сразу 10, знаете, 10 лимончиков капнуло в карманчик. Уже просто за то, что ты, как бы, в программном коде написал три заветных слова и подрисовал график, вот, и уже там заливают очень много денег туда. Ну, как бы, согласитесь, за пару таких движений 10 миллионов, ну, нормально. Вот, потому что это, ну, вот, то, что это пампит крупный капитал, да, у которого там состояние в миллиарды долларов, это совершенно другое, да, то есть там непосредственно этот крупный капитал и имеет влияние на все биржи, то есть есть биржа FITX, может быть, знаете, это было, вот, точный, точный инициал его создателя, он как бы, биржа FITX, как бы, сейчас завоевывает рынок, и там такого типа нету, что можно заплатить деньги, выпустить скамину, вот, проработать и все, и уйти с деньгами клиентов. Как называется эта биржа? FITX. А, ну, на вторая там, вроде бы, после Binance. Ой, ну, Binance это сливной бачок, на самом деле, как бы, скоро, я не знаю, вот, по Российской Федерации пока еще не включили автосписание налогов, но как только, как бы, туда пишут автосписание налогов, как, например, в странах Европы, как в странах Казахстана, которые сейчас эту, как бы, странах Казахстана, да, круто, продвигают, то это будет печально, ну, вот, вам поступило там 10 тысяч долларов, да, от там лица энного, а у вас есть там штраф, штрафы за езду, да, некомпетентную, вот, у меня очень много штрафов за езду неправильно, вот, накопилось, образно, там, штрафы на трешку, ну, на 3 тысячи долларов, да, бац, 10-10 автоматически, по законам, все, как бы, по-белому списали эти три, у вас уже 7 осталось, ваши финансовые планы нарушились. Это, с одной стороны, и грамотно, а с другой стороны, и не сильно хорошо для клиента, в первую очередь, вот, и, как бы, это вполне нормальная вещь, как бы, криптовалюта это, в первую очередь, нет, мы в денег, это полная прозрачность, которую люди сейчас не понимают, как бы, мы говорим, знаете, не о маленьких суммах, там, сотни, десятки тысяч долларов, а вот именно миллионах, миллионы, поверьте... И какое прозрачность, если вы говорите? Ну, вы простите, что я вас перебиваю, ну, прямо аж подбрасывают меня, ну, и какое прозрачность, если вы говорите? Вот, вот, долгое время шла движуха в сторону, все, уходим от кэша, переходим на пластик. Все, безналичный расчет, все. Вопрос, на кой нам пластик? Ну, на улице не грабанут, ну, хотя это весьма условно могут забрать карту, пальцы в дверь всунуть, и расскажешь не только, что он код, и все, что хочешь, расскажешь. Ну, значит, менее удобно будет преступникам, в общем, буянить и продавать там проституция, наркотики, все продажи оружия, нету кэша, нету такого удобства, им хорошо, все, вау, все переходим на власть. Теперь, все, вся теневая штука ушла в крипту. Собственно говоря, крипта и разгулялась тогда, когда под рамками, под знаменем борьбы с ИГИЛом объявили тотальный контроль переводов и тому подобного. 2017 год. Все, начался стремительный взлет крипты. Какая прозрачность может быть, если до сих пор, ну, собственно, я так понимаю, спецслужбы знают, отслеживают по битку, по крайней мере, кто переводит, что было, ну, кейсы же были уже, уже принимали людей. Но, поскольку туда вложены сотни миллиардов, если не триллионы, то так просто объявить, что крипта это фуфло, и больше, в общем, нет смысла ее держать, так никто не объявляет. До сих пор продолжают спекулировать, как в той же Голландии луковицами спекулировали, тюльпанами, пока не поняли, что тюльпана это фигня, трава обыкновенная. Состояние закладывали, продавали, поместье. А тут, о какой вы прозрачности говорите? То есть то, что вы упоминаете вот эту систему регистрации сделок, блокчейн? Нет, нет, смотрите, в первую очередь это нож в спину обладателям криптовалюты крупной, как и черному, как бы сказать, обладателям, так и белым, на очень длительной дистанции. Холодные кошельки, их также можно, на самом деле, отслеживать, на которых висит крупная сумма денег. Просто вопрос, кому это нужно? Спецслужбы сами получают доход, знаете ли, от продажи оружия, продажи наркотиков и тому подобное. Но, как бы, когда это правительство нужно будет подвинуть, убрать, ну, грубо говоря, в этом мире, как бы, я снимаю, я бы сам это хотел, убирают жестко, резко и на один раз, навсегда. Вот, тогда как раз и отслеживание очень в точности себя отыграет. Как бы мы отправляем на адреса. При должном понимании, да, программной деятельности, таких людей в нашем мире очень много, можно отследить, ну, в точности даже по геолокации, куда поступил тот же миллион. Если сильно захотеть, вот, во время отправки того же миллиона, в эту точку, как бы, все спецслужбы мира приедут. Ну, просто нужно ли это? Вот поэтому, да, она отслеживается. Когда нужно убрать конкурента, и он принимает взаиморасчет в крипте, она отыгрывает себя на ура. Хватает пяти минут, и под вашим домом, куда вы приняли миллиард, миллион, будет уже собираться, как бы, отряд. Это по всем криптовалютам? Вот Монеро точно так же отслеживает? Вот, за Монеро я не могу сказать. Я пока, к сожалению, не знаю, вот, весь блокчейн механизма каждой криптовалюты, но Монеро себя закрепитовал именно как анонимную. Но ей сейчас, как я смотрю, не особо как пользуется. Ну, как, в черном кэш, да и все. Ну, вообще, есть такой маркер. Если чувак занимается Монеро, и через него проходят трансы большие в Монеро, то это там, как минимум, людоедство, часть четвертая, с кровопивством. Ну вот. Скажу так. Я не знаю, я вижу в крипте будущее, потому что, в первую очередь, вижу в DAO, технологии DAO будущее, поскольку при грамотном подходе, при колоссальном опыте проигрышей за спиной, если, как бы, просто заходить в DAO даже с деньгами, без проигрышей за спиной ничего не получится. Нужно, знаете, обжечься очень сильно, обжечь себе всю спину до шрамов, чтобы потом выстрелить. Как технология называется? DAO, DAO Maker. Можете почитать. Я, да, почитаю. А? Почитаю, да. Вот. Она, как бы, технология позволяет выпускать свой токен, как бы, в своей децентрализованной сети и собирать, как бы, инвестиции в любой криптовалюте через непосредственно обменник внутри блокчейна на любые суммы, абсолютно любые. И так же вытаскивать эти деньги для своих нужд, там, для поддержки проекта, для реализации идей на земле, вот, при том, что, как бы, курс не будет меняться. Ликвидность, как бы, она присутствует на биржах. То есть здесь ликвидность DAO Maker технологии, она не влияет, совершенно не влияет на динамику токена. Вот. Поэтому обладатели, если они люди, как бы, с благими намерениями, кто создали на DAO Maker хороший проект, у которых есть, там, долгая дистанция, какой-то смысл вообще в проекте, на самом деле, те могут спокойно вытаскивать деньги, получать адекватных клиентов, которые пару кликов мыши на своем устройстве, либо пару кликов пальцем по своему телефону, вот, уже могут отправить значительную сумму денег и, как бы, стать членом сообщества. Вот. У меня один вопрос к вам. Вот вы человек грамотный. Да. Вот, вы, конечно же, знаете о том, как просто так, рощерком пера у Центробанка России отжали 430 миллиардов долларов. Часть его валютного запаса. Как вы думаете, если мы перейдем полностью на крипту? Фиатка, банки, следовательно, связанные с ним органы репрессии и надзора исчезнут или потеряют свою актуальность? Вот как вы думаете, можно будет тогда взять и просто так кого-то, какое-то государство, либо человека, либо небольшую группу лиц поставить в стоп-лист? Думаю, что ответ на поверхность. Крипта, у нее две фишки. Первое – децентрализованность, которая не позволит это сделать, вот то, чего я сейчас говорил. А второе – это анонимность. Так вот, как вы думаете, столько времени затрачено определенными кругами на то, чтобы построить систему, при которой можно было бы грабить при случае с большим размахом. Ну, как грабить? Взять и отжать эти деньги. Взять и заблокировать одно, другое, пятое, десятое. То есть, по сути, это огромные рычаги влияния. Вот они и построили эту систему, благодаря свифтам, благодаря онлайн-банкингу, интернету и так далее и тому подобное. А сейчас они просто возьмут и отдадут? Конечно, нет. Конечно, нет, но, знаете ли, все-таки мне кажется, вот мне, моя интуиция меня не подводит в основном, но как бы технологии криптовалюты писали именно не те люди, за которых мы сейчас говорим, которые находятся у влияния ею, а писали ее как раз таки с чистыми намерениями, чтобы дать свободу, как бы, ходить деньгам по миру. Если убрать, как вы в России говорите, все эти органы, репрессии, давление и тому подобное, так это же будет просто, на самом деле, плюс для обычного населения. Ну, как бы, была бы моя воля, всех бы убрал бы вообще, как бы, знаете ли, не думая. А Россия-то при чем? Ну, возьмите Соединенные Штаты Америки и Центробанк Евросоюз. Так там же тоже, то есть, как бы, смотрите, сейчас миром правят те, у кого есть капитал. Как только лишить его этого капитала, этих людей, все, они не имеют влияния. Вот, чтобы это сделать, как бы, надо, нужно иметь рычаги давления. Сейчас рычаги давления как раз таки криптовалютной отрасли, они у них в руках. Но, продвижение постоянной криптовалютной деятельности в этой сфере, то есть, постоянная модификация тех уже, как бы, технологий, все того, чего уже есть здесь, непременно, как бы, лишит их образов правления. Вопрос времени. То есть, если сильно постараться, знаете, вы знаете Леонида Малолетова? Либо я спрашивал вчера у вас, либо нет? Вы спрашивали, я не в курсе. Посмотрите, как бы, молодой, можно сказать, мужчина. Даже по фамилии, молодой даже по фамилии парень. Да, сейчас в Дубае живет, потому что в Российской Федерации с его знаниями, с его, как бы, стремлением он, как бы, места не нашел. Везде аресты, везде запреты. Приехал в Дубае, ну, держит, короче, очень топовое криптокомьюнити по Российской Федерации, ну, и Дубае. Вот, как бы, я очень давно за ним слежу, даже имел честь с ним пообщаться, как бы, в переписке, как бы, 4 года назад. Не, даже 3. Вот, сейчас не общаемся, к сожалению. У человека, оборот его клиентуры, ну, только по Дубае, 5 миллиардов долларов. Ну, как бы, просто, знаете, вот есть люди, на которых смотришь, и просто хочется даже самой, так сказать, печальной ситуации взять и начать выбираться. Вот это, наверное, один из таких людей, который меня оживил после некоторых событий в жизни. Вот, так я рекомендую вам в Инстаграме найти, малолетов подписан. Ну, гляну. Ну, так и подписан. Гляньте, гляньте, я думаю, вам понравится. Вот он очень умные вещи говорит, очень умные вещи, как бы, и публикует у себя в соцсетях. И вот, самое главное, вот, к чему веду, вот, буквально, наверное, дней 6-7 назад, вот, ему задали вопрос, что будет править миром дальше, деньги, либо же любовь. Он там грамотно на это ответил. Сейчас мир перестраивается, сейчас вот, пройдет 5-6 лет, все будет двигаться на взаимопонимании и доверии. То есть, крупные бизнесы будут строиться уже на доверии, а не на том, знаете ли, сколько у тебя денег за спиной. И вот тогда, тогда придет, и вот интересное событие, я его очень жду, когда вот все крупные специалисты. Мне кажется, мне кажется, даже Томас Мор со своим знаменитым романом и то менее утопия, чем слова Малолетова. О каком доверии вы говорите? Сейчас за 100 рублей, которые они там не хватают на дозу, отправляют случайных прохожих на тот свет. Ну, ладно. Время надо рассудить. Да, да, а повторите еще раз последнюю фразу. Я говорю о том, что движение, вот, бизнес на доверии, вот эта штука, она уже была. В истории это было. К примеру, в Российской империи купцы, такие, которые имели потрясающее имя и репутацию, они не подписывали очень много бумаг, они могли некоторые свои дела решать где-нибудь за чашкой чая. То есть, они сказали, купец сказал, купец сделал. И малейшая оплошность стоила им репутации, как вот потом показывал опыт и бизнес. Со временем это все куда-то делось. Делось по какой причине? Когда вооруженные галадранцы дорвались до власти. И когда слово честное, оно перестало что-то значить. Сейчас в мире существует такое количество скама в разном виде. Вы просто представиться не можете. Ну, может быть, и можете. я вас недооценирую. Я представляю. Возможно, вы представляете себе. Да. Куда это все денется? О каком бизнесе на доверии может идти речь, если сейчас даже договорные отношения и то не являются какой-то защитой? мир? Минология, Метавселену. Может это изменит доверие. Так как? Я пока изучаю эту нишу. Как бы сам в ней не профессионал. Ну, вот, думаю связь будем поддерживать в любом случае. Когда пойму, смогу дать Точный ответ Скоро деньги обесценят Скоро как бы Криптовалюта будет как-то оцифровка А так понятие наличного кэша Она обесценится Они дадут ему обесценят Вы представляете Как вы их уберете Ну как вы их уберете У людей триллионы В руках И вместе с этими триллионами Все рычаги репрессивного воздействия Армия, полиция, милиция Кто хочешь Все системы свяжения Как они выпустят власть Отвечаю вам на ваш вопрос Тот, кто Сейчас держит эти триллионы Он уже человек, как показывает, Пожилой, а может быть Даже больше ста лет За триллионы можно себе жить продлевать Главное, чтобы не становиться бессмертным Хотя такое тоже, мне кажется Скоро уже будет как Вполне приемлемая вещь Вот То, кому перейдут И наследство, и капитал И все эти влияния И технологии Поверьте, эти люди Ничего, по сути, из себя не умеют Кроме как тратить деньги И вот тогда Выходит Как бы Новая эра Где уже люди такие Обычные Ну неужели они не могли найти Приемников Ну Ребята Вот те люди, которые стоят Во главе Даже не будем называть фамилии Там Борухи Куны И так далее Ну неужели они не найдут Грамотного приемника Найдут Но как бы Нас рассудит время Вот вы правильно сказали Я как бы Все-таки Все приложу для того Чтобы, знаете Как-то Хотя бы попытаться Это подвинуть А может и забрать Не, ну тогда да Тогда Существующая система Обречена Один человек Ни на что не влияет Вот Если бы это как бы Полмира Во главе Во главе Вообще просто С кем-то это делали Тогда есть смысл Но пока это все Как бы Просто слова Не более Посмотрим Рассудит время Поэтому вам Хорошего дня Будем еще Как бы Держать связь Да Валерия Не говорите только Что нас запиляет Да, да Я вас понял Хорошо До свидания До свидания Вот такой разговорчик Как же это все-таки Трогательно Когда человек Занимающийся Мошенничеством На системном уровне Верит В создание мира В котором бизнес Будет строиться На доверии Ну это все равно Как я не знаю Лиса Мечтают Чтобы ее поселили В курятнике Ну или козел Чтобы ее пустили В огород с капустой Я так понимаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok